В этом доме на Полтавской не было системы водоотведения. Застройщик не подключил объект к централизованной канализации. Руководство города потребовало устранить нарушения до начала курортного сезона. В итоге ошибку застройщика пришлось исправлять самим жильцам. Руку помощи протянули соседи. «Были допущены ошибки застройщикам изначально данного дома, Полтавская 21Д. Фекалии сливались определенное время, большой период, в речку. На данный момент нарушения исправлены. Канализация отведена к тому дому, который присоединен к централизованной канализации и проблема, так сказать, разрешилась. Сами за свой счет вызвали экскаватор, раскопали, положили трубу, то есть сделали заворот, повернули к ним». Благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте – это главная задача, подчеркивает глава Сочи Анатолий Пахомов. Меры, которые были предприняты властями города по борьбе с незаконными сбросами стоков, дали свои результаты. Благодаря активному мониторингу и наказанию тех, кто нарушал закон, море в Сочи чистое. Однако работа продолжается, и в прибрежной части города ни о каких лосах речи быть не может. Мэр потребовал не допускать установку новых локальных очистных сооружений. «Исключением может быть только строительство лосов в горах. Не более того. Это первая задача. Ее просто нужно с сегодняшнего дня четко выполнять. Если кто-то будет по-другому себя вести, в том числе водоканал, то есть будете выдавать, не дай бог, технические условия на лос, и мы будем понимать, что это кому-то надо было. И водоканал должен, соблюдая закон, но быть совершенно беспощаден в этих вопросах. То есть вопрос один. Если нарушил человек, все, надо отключать от воды». Лосы для Сочи были временной мерой. Сегодня же городу необходимо совершенствоваться и дальше. Тем более, что есть случаи, когда собственники во время обильных осадков сливают стоки на рельеф. Чтобы улучшить эпид-обстановку в городе, были созданы рабочие группы по выявлению незаконных сбросов. В составе каждой – представители администрации Роспотребнадзора, водоканала, водостока и полиции. «Я думаю, что уже жители города Сочи сформировали в своем сознании, что это делается исключительно для их здоровья. Мы обязаны просто создать условия для людей, чтобы они жили без болезней. А чтобы жить без болезней, конечно, прежде всего нужно соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому я требую, чтобы были жесткие меры, и я требую, чтобы водоканал соответственно реагировал. В том числе, повторяю еще раз, задача, задача, которую мы ставим перед собой – это строительство новых сетей». Мэр подчеркивает, любое разрешение на строительство в городе должно быть подкреплено тех условиями на прокладку канализационных сетей. Сегодня в Сочи идет работа над национальными проектами. Все они нацелены на улучшение качества жизни. И главный критерий – здоровье людей, отмечает Анатолий Пахомов. К слову, улучшение экологической обстановки в Сочи отметила и главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, вода в Черном море безопасна для купания. Такой результат – показатель эффективности борьбы с незаконным сбросом стоков.